Девушки отдыхают Продолжаем цикл лекций и сегодняшняя наша тема, Андрей Юрьевич, посвящена столетию образования великого, хоть и не так долго существовавшего государства СССР, Союза Советских Социалистических Республик. Тут же у меня всплывает образ флаг, герб и чуть-чуть даже слезинка, так сказать, наворачивается, потому что большое, мощное, любимое многими народами, которые проживали в то время. И вот так вот вдруг исчезнувшее. Да, можно сказать, что это ирония судьбы, печально. Это печально. Может быть, не вдруг, не в одночасье, но очень быстро. Первый спутник, первый космонавт, первый выход в космос. Победа во Второй мировой войне. Это просто сложно переоценить. Огромные территории, железнодорожные ветки, которые соединили Владивосток. И, собственно, это просто размах. Атомная отрасль. Простите. Вот. Все правда. Итак, что такое Советский Союз? Как он образовался? Почему он образовался? Когда это мы все знаем? Вот почему и как? И как он менялся? Как он трансформировался? И, может быть, немножко. А почему, в конце концов, все-таки это государство исчезло? И к чему сейчас приходит каждая из территорий, каждая народность? Я почему-то вспомнил сейчас документальные кадры с Иосифом Сталином, который говорил о приросте ежегодном населения СССР на 3 миллиона жителей. 3 миллиона ежегодно. Был там определенный промежуток времени. Сейчас мы фиксируем только на территории Российской Федерации. Ну, в связи с пандемией минус почти миллион ежегодно. Ну, сейчас у нас есть небольшой прирост, но это миграционный прирост за счет как раз-таки людей, которые прибывают к нам из стран бывшего Советского Союза. Я вспоминаю о Советском Союзе часто в связи с двумя явлениями в своей собственной жизни. Первое, это когда я заполняю документы на выезд за границу, например, на паспорт подаю, то я вспоминаю, что моя родина СССР, и там до сих пор есть грава ЮСССР. Да, я там родился. Песня есть такая, моя родина СССР. Есть там цикл телепередач, мы из СССР. Я тоже, и вы, Владимир Сергеевич, мы того возраста, мы родились, выросли, получили образование в этой стране. Хорошее образование. Качественное. Да. И, в общем-то, оно позволило нам, в том числе, сейчас работать в Сингапурской академии корпоративного менеджмента. Вот так, коллеги. И, в общем-то, действительно было хорошее образование, и надеемся, что мы сможем его, в том числе, дать нашим слушателям, те, кто пожелают учиться в стенах нашего заведения. И мы постараемся, чтобы это образование было не хуже, чем то, которое давали в свое время нам. И, конечно, в современнее. Несомненно. Итак, Советский Союз образовался на той территории, на которой прежде существовала Российская империя. Он не совсем соответствовал территории Российской империи. И, большей частью, он стал меньше, но где-то он, наоборот, прирос по сравнению с Российской империей. Изменились контуры. Изменились контуры. Давайте мы, в общем-то, на этом остановимся очень кратко. Итак, после провозглашения в октябре, по новому стилю, в ноябре 2017 года Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и признание права нации на самоопределение достаточно быстро произошло самоопределение и фактически отделение навсегда таких территорий, как Польша, Финляндия, на длительный период времени таких территорий, как Латвия, Эстония, Литва. И на очень короткий промежуток времени части Средней Азии, Закавказья, Украина, Беларусь, Молдова, Молдавия. Вот этот регион, часть Молдавии. В течение нескольких лет, до 1922 года включительно, территории Закавказской Федерации, там, где сейчас располагаются Азербайджан, Грузия, Армения, часть территории Российской Федерации, они были провозглашены советскими, то есть там была установлена советская власть. То же самое случилось, даже чуть раньше, с рядом территорий в Средней Азии, там было провозглашено две народных социалистических республики, они не входили изначально в состав Советского Союза и находились в союзнических отношениях, но как независимая, это Хорезмская республика. И здесь же существовал Туркестан, Туркестанская АССР, которая входила в состав Российской Федерации. Ну и вторая, назвал Бухарскую, не назвал, то есть Хорезмская и Бухарская республики. И здесь, в общем-то, с течением времени тоже фактически установилась граница по тем же границам, на которых существовала Российская империя. Чуть позже, после заключения договора с Германией и нападения Германии на Польшу, часть территории бывшей Польши отошла к Белорусской ССР. Латвия, Литва, Эстония, отдельно Клайпецкий край, также были присоединены к СССР в 1939 году. По итогам Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, но все-таки Второй мировой, были присоединены такие территории, как Западная Молдавия, Западная Украина, значительная часть от Венгрии и, наверное, мало кто знает, но был присоединен так называемый Уренхайский край. Это современная Тыва из состава Монгольской народной республики, братской, дружественной нам. Также Россия, тогда Советский Союз, получили территории от Японии, это Южный Сахалин и часть, ту, которую мы называем Южными Курилами. Это три острова и один маленький архиперлаг, я имею ввиду Шакатан, Хабамай, Кунашир, Парамуршир, вот этот регион. И, соответственно, еще один регион, это Калининградская область современная, это Восточная Пруссия, которая также отошла к Советскому Союзу. И в итоге Советский Союз стал чуть меньше, конечно, чем Российская империя, но, по сути, сопоставим территориально и по населению с той территорией, которая была Российская империя. И очень многие западные, да и отечественные исследователи считают, что СССР был империей и прямым правоприемником Российской империи. Я бы так, конечно, не говорил. Понимаю. Это было новое государственное образование, основанное на новых устоях. Многие обвиняют СССР в деспотизме. Были, конечно, периоды диктатуры, были периоды авторитаризма и тоталитаризма, но изначально государство строилось на абсолютно новых принципах. Принципах равноправия, принцип пролетарского интернационализма, принцип не предъявления претензий к другим странам, принцип не признания долгов предыдущего правительства, чем они напрочь разрывали, так сказать, свою культурную, цивилизационную связь с прежними режимами. В политическом плане, естественно, русские оставались русскими, грузины оставались грузинами и в составе Российской империи, и в составе Советского Союза. Что же происходило такого в втором, начале третьего десятилетия XX века, что позволило образоваться новому государству? 1917 год, февральская революция, затем октябрьская революция, выход России из Первой мировой войны, нарушение, несомненное нарушение обязательств, но данными тем старым режимом имперской властью и потом подтвержденной Временным правительством об участии в войне до победного конца, заключение сепаратного мира с Германией, с немцами. Очень многие, в том числе жители, считали, что это неправильно. Россия могла стать страной-победительницей в Первой мировой войне, а блок Антанты, в который входила Российская империя, и Российская республика во главе с Временным правительством, он оказался победителем в Первой мировой войне, но нет. Российская, Советская Федеративная Социалистическая Республика идет на сепаратный мир с немцами, на отдачу значительной части территории взамен того, что прекращаются военные действия на Западном фронте. Уступка? Да. Нарушение международного права? Да. Неправильно? А вот это вопрос на самом деле. История не имеет сослагательного наклонения, и совсем неизвестно, чем бы могло завершиться, если бы не было Октябрьской революции, если бы потом не возник Советский Союз. Итак, слабая в военно-политическом отношении Российская Федерация, Советская Российская Федерация, она начинает войну с теми, кто выступил против советской власти. Очень быстро поднимаются контрреволюционные мятежи. И уже в 1918 году официально признается, что на территории бывшей Российской империи и на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики идет гражданская война. Она идет на Западе, она идет на Юге, она идет на Востоке. Эта гражданская война дополняется интервенцией стран Антанты и Японии на Севере, на Западе, на Юге, на Востоке. Ситуация, казалось бы, катастрофическая. Государство с разрушенной экономикой, с нарушенными связями, внутри которой идет гражданская война, ведет войну с несколькими странами, лишившаяся значительной части ресурсов, в том числе человеческих, профессионалов, военной отрасли, в экономике, территории, на которых базировались и войска, и промышленность в значительной степени были утрачены во всяком случае на какой-то период, а некоторые и навсегда. И эта республика, этот режим одерживает победу. Почему? Несомненно, что в первую очередь та идеология, с которой пришли большевики, с которой пришло РСДРП, или то, как их стали называть потом коммунисты, она была востребованной на той территории, которую мы называли одной шестой частью суши, то есть Советским Союзом. Можно сказать больше, что эта идеология была востребована и в других странах. Нельзя забывать, что в этот период происходит еще несколько революций. Социалистических. Появляется Баварская социалистическая республика. Появляется Венгерская социалистическая республика. Они существуют всего несколько месяцев. Но они все-таки появляются. Появляются те страны, о которых мы уже говорили. Это Среднеазиатские республики. Появляется несколько республик в Закавказье. Появляется Монгольская народная республика. Симпатии к новой власти испытывали очень многие восточные режимы того времени. И испытывало население многих стран. То, что РСДРПБ называло пролетарским интернационализмом, действительно существовало. Больше того, значительная часть войск, элитных войск в нынешнем понимании, которые вели самые активные сражения, это были войска интернационалисты. То есть, были части сформированы из китайцев, из китайских коммунистов. Были части знаменитые латышские стрелки. Были представители других этнических групп. Хотя и контрреволюция, она тоже имела определенную этническую окраску. И если мы вспомним знаменитый мятеж Чехословацкого корпуса, то как раз таки чехи выступили инициаторами и подняли мятеж на огромном пространстве Транссибирской магистрали, отторгнув, кстати, в результате этого, значительнейшую часть территории Российской Федерации уже к этому времени. Итак, в 1918 году сложилась сложная ситуация. И все-таки коммунистический или социал-демократический большевистский режим, он сумел организовать военную структуру. Он сумел привлечь незначительную, но все-таки часть предыдущей дворянской элиты, которая возглавила определенные, тоже элитные, например, Тухачевский, части Красной Армии. Была сформирована новая идеология, была сформирована новая система рекрутинга. Но на чем это все базировалось? А базировалось это все на тех же самых принципах, с которыми они пришли. Вся власть, народу, земля, крестьянам, фабрики, рабочим. Это не просто лозунги. Это лозунги, которые были воплощены первыми законодательными актами, декретами советской власти. И все эти новые принципы, они потом транслировались и в Конституции 1918 года РССР, и в Конституции 1922 года Советского Союза. Да, совершалась масса ошибок. Красный террор был? Был. Голод был? Был. И не один. Но в целом, большая часть населения действительно поддержала новую власть. И тот режим, который был, он имел огромную социальную платформу, огромную социальную базу. Очень быстро. До революции большевиков было чуть более 100 тысяч сторонников. После революции, в течение короткого периода, при ухудшении экономического и социального положения, сторонников этого режима стали миллионы. Одним из базовых принципов, на которых выстраивалась новая власть, стал принцип самоопределения территорий и самоопределения народов. Еще в первой программе Российской социально-демократической партии, тогда это не было большевистской партией, большинство были, большую часть дореволюционного времени, меньше веками, но это была единая программа партии. Так вот, еще в той программе был зафиксирован принцип правонаций на самоопределение. Это, наверное, то, что включило массы, включило народы. Это одна из причин поддержки и широкой социальной поддержки слоев населения, непролетарских преимущественно слоев населения, которые были в этом заинтересованы. Ни одно, ну, были партии, были даже правительства, которые артикулировали, но ни одно правительство до этого никогда не заявляло о том, что право наций на самоопределение может предусматривать сецессию, может предусматривать выход из состава страны, образование нового государства или переход в состава другой государства. Одним из первых декретов советской власти, одним из первых документов стала Декларация прав и свобод народов. И, соответственно, уже в ней было декларировано право наций на выход из состава Российской Федерации. Это подкупило, я думаю, что... Естественно. И после того, как действительно Российская Федерация отпустила эти страны, без всякого раздела имущества, без каких-то взаимных претензий, просто так, хотите выйти, выходите, без последующих судебных и прочих разбирательств, это... Сначала, я думаю, многие даже не восприняли. Даже не поверили. Но потом это произвело огромный шок. Это произвело огромное влияние на большую часть тех, кто хоть в какой-то степени интересовался политикой во всем мире, но в первую очередь, естественно, на европейские страны и на их население. Коминтерн стал всецело поддерживать советскую власть. Коминтерн к этому времени имел значительное влияние в странах Западной Европы и частично в ряде восточных стран. Появилось новое, при этом первые лидеры советской власти, в первую очередь Троцкий, они в принципе не исключали идею мировой революции, перерастания, так сказать, генеральная идея была, что революция будет происходить перманентно и перетекать из одной территории в другую и соответственно все страны объединятся под некими интернациональными принципами, неважно под властью Москвы или еще какого-то центра. Более того, Ленин в 13-м году написал такую важную работу о Соединенных Штатах Европы, в которой сформулирован цель, что да, вот возникнет новая единая Соединенная Европа, фактически Евросоюз на федеративных интернационалистских началах и власть будет демократичной принадлежать народу. Ведь принципы равноправия женщин-мужчин, равноправия этнических групп, равноправия социальных групп. Это те принципы, которых в Европе добивались и не могли добиться долгое время. А советская власть их одномоментно провозгласила, внесла законодательно и они реализовывались на практике. Ну, вообще, конечно, разрушив уклады, но, да, это было сложно. И потрясение, и шок, и удивление. И большая часть считали, что этот режим, этот строй, он не жизнеспособный. Но, как это ни странно, этот режим и этот строй оказался жизнеспособным. В такой глобальной исторической ретроспективе, конечно, 70 лет, 80 лет и 100 лет, которые мы сейчас отмечаем, а уже сколько лет нет СССР, но все его помнят, и мы до сих пор пишем в графе родился в СССР. И больше того, западные аналитики считают, что существует вероятность реставрации режима и в определенной степени возникновения некого нового образования, которое может быть не правоприемником, а наследницей СССР, каких-то его принципов. Не будем судить о том, что может быть или чего не может быть, но теоретизирование по этому вопросу ведутся. И нужно говорить о том, что советская Россия, она планомерно одерживала победы над интервентами и над внутренней контрреволюцией. С кем-то договаривались, в том числе с автономными режимами, такими, как туркестанская автономия, такими, как Алашарда, с белорусскими, с частью украинских автономистов, с Переславской Радой, но с кем-то воевали, и воевали очень жестко с режимами, построенными на этническом, не на этническом принципе. Камуч, Дутовское правительство, Колчак, Деникин, Врангель, ну и, естественно, контрреволюция. В результате образовалось, в результате побед над этими внутренними и внешними врагами образовалось несколько государств, построенных по сходным социалистическим советским принципам. А первые советы, мы с вами знаем, если кто-то не знает, напомню, они возникли еще в ходе первой русской революции, то есть 1905-1907 года. И во время февральской революции советы играли существенную роль. Был период двоевластия, когда Петроградскому совету принадлежала власть одновременно и временному правительству. Они делили определенные рычаги влияния. Была возможность, как отмечал тот же Ленин и другие лидеры РСДРП, плавного перехода буржуазно-демократической революции в социалистическую и без переворота было возможно обойтись. Но не обошлось. Был Октябрьский переворот, случилась Октябрьская революция и временное правительство было свергнуто. Точно так же были свергнуты и все режимы, которые претендовали на территорию бывшей Российской империи, которые не отделились самостоятельно. На Дальнем Востоке возникла Дальневосточная Советская Республика. В Средней Азии я уже говорил возникло две республики. В Закавказье существовало несколько республик, которые потом объединились в одну. То же самое было на западных рубежах там и в Белоруссии и на Украине появились свои социалистические республики. отдельно стоящие скажем так Литва, Латвия, Эстония. То есть они как с ними обстояли дела? По-разному обстояли дела, как я уже говорил. В Латвии очень большой процент был тех, кто на самом деле поддерживал советскую власть и иммигранты из Латвии составляли элитные отряды Красной Армии. Те же самые латышские стрелки. В Литве процент тех, кто поддерживал советскую власть тоже был достаточно большой, тем более, что нужно сказать, что Литва территориально была совсем не такой, какой она является сейчас. Это была гораздо меньше республика по размерам, ее увеличение состоялось уже по итогам Второй мировой войны, опять же, по решению Советского Союза. Могли не передавать Литовской Советской Социалистической Республики ряд территорий, которые ей отошли, но могли передать и больше, поскольку тогда эти вопросы решались и мы на одной из наших предыдущих встреч обсуждали, они решались зачастую волонтаристски. Просто решение. Полицоветы, собственно, да. Итак, эти Советские Социалистические Республики, во всяком случае, многие из них, большинство из них, а может быть, и все, они не могли за исключением РСФСР существовать самостоятельно. Почему? По трем важнейшим причинам. Первая причина, самая банальная, армия. Только у РСФСР была армия, насчитывавшая в 1920 году почти 5 миллионов бойцов. Это очень крупная. Это армия, которая была сопоставима с совокупной армией всех европейских стран. И это был очень мощный аргумент. Даже мощный аргумент не потому, что РСФСР могла захватить, а потому, что она могла обеспечить защиту, гарантировать ее. И связанную с этим борьбу с внутренней контрреволюцией. Басмачество до конца 20-х годов в Средней Азии продолжалось. Отдельные выступления в разных регионах вспыхивали то там, то здесь, Крамстатский мятеж 21-го года, Тамбовское восстание. Часто там даже большевики участвовали, но для подавления и внешних, и внутренних врагов необходима была мощная военная сила. Единственная республика, которая такой силой обладала, которая была способна дать отпор любому внутреннему или внешнему врагу, это РСФСР. Поэтому первая причина, почему в общем-то было тяготение к РСФСР и она стала объединителем будущего Советского Союза, это то, что у РСФСР было достаточное количество... Были армия и флот. Да, были армия и флот, в первую очередь армия. Вторая причина, по которой они тяготели к этой территории, это традиционные исторические, социально-экономические связи, культурные связи, которые были налажены в рамках все той же Российской империи. Многие понимали русскую речь, говорили на русском языке, многие обучались к этому времени в российских учебных заведениях различного уровня. У них были налажены экономические связи, которые были прерваны на незначительный период Первой мировой войны, и особенно гражданской войной. Но они достаточно легко могли быть возобновлены. Более того, они возобновлялись по мере того, как контрреволюция и особенно интервенты уходили. Как только освобождалась территория, они начинали контактировать вне зависимости от того, в какую страну они входили. Больше того, решения местных ревкомов, они существовали в нескольких странах, не только в РССР. Они прямо рекомендовали налаживать эти связи на местном уровне, вне зависимости, ну и не ждали решения центральных властей. Вот такого диктата экономического, его в тот период не существовало. Существовала разруха, как-нибудь выживайте, главное, прокормите население, постарайтесь избавиться от голода. Голод 2021 года и начинается переселение в Среднюю Азию, в том числе в независимые народные республики, и те соглашаются принять, потому что надо было помогать друг другу. Это очень яркий пример. Кстати, возможная тема для диссертационного исследования. Очень интересная тема, малоизученная, потому что про голод у нас очень много говорят. Сейчас, кстати, актуальная тема. Да, про всякие голодоморы, которые тоже были, это факт. Голод был не только в 2021 году, но важно понимать, что были способы и средства борьбы с этим самым голодом, и голод далеко не всегда был следствием коллективизации, были естественные причины, и были причины, связанные с разрухой социально-экономических связей в том числе, и они на местном уровне начинали налаживаться, и поэтому вот эта культурная, экономическая, языковая общность, она, конечно же, способствовала тому, что эти страны, они тяготели друг к другу, и не обязательно страны, даже отдельные регионы, приграничные, и не только. Третья причина, а может быть, на самом деле и первая, просто я ее называю как третью, это идеология. Коммунистическая идеология, идеология интернационализма, идеология равноправия пролетарского, идеология, связанная с возможностью построения мирового коммунизма, она объединяла элиты, не все элиты, но многие элиты разных стран. Более того, ряд националистических партий перешли, очень быстро переняли большую часть доктринальных идей коммунистов, в том числе, и понимая, что они вполне жизнеспособны и в первую очередь востребованы их собственным населением. Но вот эта общая идеология, общий взгляд на мир, общий взгляд на вещи, новый, которого раньше не было, это важная причина, которая тоже объединяла эти страны. Этого не было в той же Латвии, Литве, Эстонии, в Эстонии точно, этого не было в Финляндии, этого не было в Польше, хотя с Польшей вопрос спорный, там были определенные, но на значительной части это действительно было, и не признавать этого, это значит просто врать или искажать исторические факты. Есть опубликованные документы, есть архивные документы. Сейчас масса исследований, которые стараются сделать из СССР монстра, монстра в негативном смысле этого слова, который крайне негативную роль сыграл для развития мировой цивилизации. Но я вам так скажу, что в конце 80-х годов, в начале 90-х годов, когда Советский Союз распадался, очень многие западные исследователи вдруг начали изучать тему, это совпало с проблемой, с развитием идеей глобализации, а Советский проект, коммунистический проект, это тоже был глобальный проект, несомненно. И у них много чего общего есть, много что перекликается. Они разные, но это проекты из одного глобального порядка. Так вот, они начали изучать, и они стали говорить о том, о чем в Советском Союзе писали самые такие консервативные марксисты, о всемирно историческом значении Великой Октябрьской Социалистической Революции, но и того государства, о котором мы сегодня говорим, того государства, которое называлось СССР. Так вот, что они, каким выводом они пришли? Выводы были, конечно, разные, но один вывод сквозил во всех исследованиях нормальных, то есть были, конечно, абсолютно исследования, которые исследованиями назвать нельзя. Но те исследования, которые были действительно научными, во всех сквозил один общий вывод, что это самое всемирно-историческое значение установления советского режима формирования СССР и его быстрого роста и влияния в мире, оно имело огромное, позитивное всемирно-историческое значение. И в первую очередь оно выражалось в том, что другие страны, другие режимы видели, а чем всем может грозить то, что у них нет равноправия, то, что у них нет доступа к образованию у значительной части населения, то, что нет доступа к здравоохранению, то, что они соответственно угнетают права национальных, социальных и прочих меньшинств о сексуальных о сексуальных речи тогда не шло. Но получается, что именно благодаря Советскому Союзу стали изменяться страны Западной Европы, а начиная примерно с 30-х годов 20-го века США, Канада и чуть позже ряд других стран из других регионов, а некоторые практически сразу, они видели угрозу смены режима, они видели угрозу того, что у них власть отберут, имущество отберут, и очень простой принцип, для того, чтобы этого не случилось, надо поделиться. И рост социалистических движений во всем мире это отражал. Масса социалистических партий, особенно после Второй мировой войны, приходит к власти шведский социализм, о котором так долго говорили, это капитализм на самом деле, в котором учтены очень многие вещи, о которых говорили коммунисты в 17-м тире 22-м году, которые вылились где-то формально, где-то были реализованы на практике, но это абсолютно новые принципы, которые действительно оказали самое серьезное влияние на развитие человеческой цивилизации, глобальной человеческой цивилизации, его политического, экономического, социального развития и культурного. Итак, в 20-х годах, к 21-му году, во многих регионах уже и в 19-м году, было понятно, что советская власть одерживает победу. к 22-му году, в 22-м году, если быть точнее, вся территория, которая затем вошла в состав Советского Союза, уже была освобождена от иностранных интервентов, и внутренняя контрреволюция практически везде была, если не уничтожена, то в значительной степени ее влияние было минимальным. То же басмачество нельзя говорить, оно было в 27-м году еще, что это была реальная политическая сила. Это была сила, которая оказывала воздействие, но она не была доминирующей, это было понятно всем, и тех, кто их поддерживал с запада или с востока, и тех, кто подпадал под их влияние внутри, ну, они очень часто быстро меняли свою позицию, потому что они видели, что реальная власть принадлежит советской власти. Итак, был целый комплекс причин, о которых мы поговорили выше, почему республики, а все страны имели республиканский строй. Здесь нужно отметить, что на территории бывшей Российской империи было два государства внутри государства, это были протектораты, Хивинское ханство и Бухарский Эмират. как они относились к советской власти, они по ним... Это, кстати, интересно, и как по отношению к этим ханствам вели себя большевики в плане притеснений по религиозному признаку, то есть, если на территории РСФСР были гонения очень серьезные, то, насколько я знаю, да, досталось и исламскому миру, в частности, этим двум республикам, но не так, чтобы прям под корень, да, то есть, какие-то свободы оставались. Ну, здесь нужно понимать, что одним из доктринальных все-таки идеологических подходов коммунистов, большевиков было то, что религия, неважно, христианство, иудаизм, буддизм, это опиум для народа, это враг, и это было объяснимо, потому что коммунизм это универсалистская идея, а религия это тоже, несомненно, универсалистская идея, они вступали в конфронтацию, но далеко не всегда доктринальные вещи, или вещи, которые провозглашались на бумаге, они реализовывались сразу, коммунисты не были идиотами, вот те, кто их представляет в таком виде, в общем-то, сами, наверное, являются не очень далекими людьми, иначе бы этот строй не просуществовал такое количество лет, больше того, социалистические, советские, в том числе, режимы с некоторыми модификациями, они до сих пор существуют во многих странах. можно сказать, что не все коммунисты были идиотами, так же, если уж быть точнее, потому что определенный процент есть в любой прослойке, в любой стране. Согласен. Так вот, вернемся к Бухарской и Хивинской протекторатам. Хивинский хан и Бухарский мир, они понимали, что в военно-политическом отношении им очень сложно будет тягаться из Советской Республики. Больше того, созданная Туркестанская АССР, она была в составе РССР, она была сопоставима с обоими этими странами, которые фактически стали де-факто независимыми. И в этих странах произошли социалистические революции. Чем они закончились? Хивинский хан даже попытался сотрудничать с советской властью, но это ему не очень удалось. А Бухарский эмир признал приоритет советской власти, но потом так сильно испугался, что сбежал и провозгласил независимость в горных районах, которые тогда назывались Восточной Бухарией. Ныне это в значительной части территория Таджикистана, частично Киргизии, частично Узбекистана, то есть это Ожско-Ферганская долина, это Горно-Падахшанская область, и вот эти регионы с преимущественно персоязычным или ираноязычным населением, которых мы сейчас знаем чаще всего как таджиков. Что происходило? Что происходило? В Советском Союзе помнили об этом и Таджикская СССР, несмотря на то, что уровень скажем концентрации населения в городах в Бухаре, в Самарканде этнически преимущественно ираноязычных, то есть тех же таджиков, все эти регионы отошли к Узбекской СССР. Больше того, будущее независимый Таджикистан, он первоначально не получил статус Союзной Республики, а вошел в состав Узбекской СССР на уровне автономии, имея в своем составе еще одну автономию, уже Горно-Бадахшанскую автономную область. Такой сложный слоеный пирог сформировался в составе Узбекской СССР и в составе Советского Союза. То есть здесь этот фактор, он сыграл роль. Как относились к мусульманству? Ну, существовали проекты создания мусульманской большой, точнее тюркской автономии. Она могла включать весь тюркский мир, либо были башкиро-киргизской автономии, башкиро-киргизо-татарской, башкиро-татарской, тюрк, тюркестанской автономии. По этническому в первую очередь принципу, но они практически все были преимущественно населены мусульманами. Тюрки, они все мусульмане. Разного тонка, большая часть сунниты, есть шииты, но все исламизированные и в Средней Азии, в Татарстане очень сильно исламизированные в тот период были, до и до настоящего времени весьма и весьма исламизированные этнические группы. Гораздо менее исламизированные это башкиры, казахи, киргизы, каракампаки, ряд других, у которых ислам часто был поверхностным, бытовым. Бытовым, да. Но в то же время все равно это единый исламский мир. Существовал проект создания исламского государства в рамках правительства туркестанской автономии, туркестоний михтариат, который возглавлял Мустафа Чукаев, вынашивался проект, который был поддержан еще первым исламским съездом. В 17 году проходил и такой о создании большой мусульманской автономии в составе России. Советская власть этот проект категорически отвергла. Отвергала она его в первую очередь, конечно, по идеологическим мотивам. И в этом отношении борьба с поповством и борьба с молами, с исламом и с православием стояли в одном ряду. Здесь поступали жестко. Второй момент боялись создания, боялись влияния извне и боялись создания некой большой тюркско-мусульманской конфедерации, а идеи джадидизма, которые родились и процветали в начале 20 века, они имели одним из следствий нарастания стремления к созданию тюркской конфедерации во главе с Турцией, где в это время, как мы знаем, тоже произошли очень серьезные изменения. Крах империи, но отказа от пан-тюркизма и пан-исламизма не произошло. не было. И советская власть, она лишь некоторое время пыталась договариваться с лидерами тех, кто выступал с пан-исламизскими идеями. Потом практически все, причем это не 30-е годы, это еще 20-е годы, они практически все были отстранены от власти, а многие подверглись репрессиям, потому что действительно идеи, которые они вынашивали, они вступали в противоречие с законами, которые уже были приняты в РСФСР и особенно в Советском Союзе. Итак, к 21-му году возникло по сути два проекта создания нового государства. один унитаристский проект создания единого государства без федеративных началов. Да, с признанием автономии, но отказа от идеи возможности выхода из состава будущего единого государства, с урезанием прав автономии, жестким подчинением Москве де-факто и де-юре. Де-факто мы уже говорили об этом, они и так были жестко подчинены Москве. Никто не оспаривал приоритет столицы Советского Союза, ну, сначала там, то есть столица РСФСР, а Москва стала чуть позже столицы РСФСР, то был Санкт-Петербург, Петроград, потом Ленинград, но Москва, будучи первой столицей уже Советского Союза, была несомненным центром политической жизни, ну, хозяйственно-экономической, кстати, тоже, но политическая жизнь концентрировалась именно в Москве, и для того, чтобы сделать карьеру на местах, большая часть, в том числе, и национальных представителей, они проходили этап работы в Москве, они все, были созданы масса специальных органов, представительства автономных республик при наркомнации, при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете, или наоборот, определенных советских органов, там, скажем, Совет Труда и Обороны был такой, не только во время Второй Мировой войны, но и в 20-х годах существовал, он был при Госплане, это был очень серьезный орган, он существовал, это был, наверное, самый влиятельный орган в Ташкенте, во всей Средней Азии, возглавлявший его Шелихес, был фактическим руководителем огромной территории и населения, при этом он не относился к местной партийной номенклатуре, он относился к московской номенклатуре, федерал, ну, да, федерал, сложная структура возникла, она иногда была очень громоздкой, но как ни странно, она оказалась работоспособной, она очень быстро адаптировалась, от уездов перешли к районам, были губернии, перешли к областям, были края, где-то их сократили, где они оказались работоспособны, сохранили, были автономные республики, оказались удобными, работоспособными, соответствовали определенным критериям, будете союзными, количество союзных республик увеличилось, но оно и сокращалось, скажем, перегруппировка, далеко не все знают, что существовала Карелло-Финская Советская Социалистическая Республика, и она существовала в довоенное время, и несмотря на то, что Советский Союз, выиграв войну у Финляндии, увеличил территорию Карельской Республики, убрали вот эту часть финской и сделали ее автономной, это было политическое решение, связанное с внешней политической ситуацией, ну, то есть, это было возможно, и Закавказская Федерация разделилась на несколько республик и на несколько автономных республик, то есть, союзными стали Грузия, Азербайджан, Армения, и появились автономные республики, такие как Афгазия, Осетия, Аджария и другие. Аналогичная ситуация в Средней Азии и здесь возобладал принцип разделения по этническому принципу. Мы уже говорили в одной из наших предыдущих лекций о том, что многие представители, многие этнические группы не имели жесткой территории. Скажем, казахи, они кочевали от Челябинска и до Самарканда, при этом входили и на территорию, где жили преимущественно русские, и на территорию, где жили преимущественно таджики, и на территорию, где жили преимущественно узбеки, и везде считали себя дома. Не было понятия, у них не было понятия границ в нашем с вами современном понимании. Он кочевник, он, соответственно, ходит туда-сюда. И в Средней Азии И вообще понятие границ это было такое очень интересное понятие. Почему? Потому что границы строились не по этническому принципу, а по хозяйственно-экономическому. Могли меняться политические границы. Хива отобрала что-то у Коканда, Кокант отобрал что-то у Бухары, Бухара что-то заняла у Афганистана. Но люди как жили, так и живут. Поменялось, валюта кстати была общая, то есть меняло везде были. Любую Дерхем можно было поменять на Тенге и так далее. Не было проблем с этим. И только хозяйственно-экономические привязки они оказывались очень действенными. Были крупнейшие центры, это Бухара, Самарканд, Присырдаринские города. Чуть позже возникшие по границам или по фронтиру, если пользоваться Тернеровской. Потому что тоже границы были подвижные. Это по Уралу, по Иртышу, те крепости, города, которые основали русские. Это по побережью Каспийского моря возникшие порты. Здесь была и международная, и внутренняя торговля развитая. И наконец, это очень важно, построенные железные дороги, они очень сильно изменили, они изменили возможности коммуникации. Стало легко передвигаться Оренбург, Ташкент. Из Ташкента можно было уехать в Семеречье, в Алма-Ату современную верность. Можно было, ведь Турксип это была стройка Советского Союза, соединяли несколько республик между собой. И наконец, еще Российская империя построила Транссип, и он тоже соединил Центральную Азию с Европейской частью и с Дальним Востоком. Вся империя оказалась сращенной благодаря вот этой новой коммуникационной магистрали. Итак, появились этнические территории, но они далеко не всегда соответствовали действительно составу населения. Скажем, в первом составе Киргизской АСР, которая казахская на самом деле, киргизами казахов называли или киргизской саками, Менее половины были казахи. И это было сплошь и рядом, а после Второй мировой войны и Целины уже казахская ССР один период насчитывала аж 19% титульного населения. То есть, несмотря на то, что государство формировалось как бы по этническому принципу, далеко не всегда этот этнический принцип доминирующим был. Учитывались и волеизъявления, и хозяйственно-экономическая привязанность, и лояльность к центральному правительству отдельных представителей, которые в это время были у руля тех или иных республик. И так далее. Масса факторов. Но доминирующим очень быстро стал именно хозяйственно-экономический принцип. Ну и как мы говорили, эти территории, они были связаны между собой. Они были относительно автономными, но связанными. И были включены в единый народно-хозяйственный комплекс. Это позволяло балансировать социально-экономические возможные какие-то неурядицы в одних районах. Соответственно, достаточно мобильно, быстро ликвидировать его за счет привлечения ресурсов из других регионов. И это, кстати, имперский плюс. Это имперский плюс в смысле плюс большой территории и большого населения, большой ресурсной базы. В этом отношении Советский Союз, наверное, империя. Но далеко не в том отношении, которое связано с управлением. В состав СССР вошло лишь несколько республик. Их территория была совсем не такой, как сейчас. Самой большой республикой, как при распаде, иметься в виду, была РССР. Но она была почти в два раза больше, чем в тот момент, когда СССР распался. Белоруссия и Украина были намного меньше. Многих в первом составе вообще не было. Узбекистан появился чуть позже. Казахстан в 30-е годы. Киргизия в 30-е годы. Это были автономные или даже вообще не автономные части в составе РССР. И вместе с тем, вот мы уже говорили, что был некий слоеный пирог. Мне нравится этот термин. Потому что действительно разные автономии, разные типы административных единиц, которые существовали. Они постоянно проводили эксперимент. А вот может быть это лучше, а может быть это лучше сработает. А вот это работает, ну и слава Богу, не будем трогать. Вот эти изъявили желание перейти из России в Казахстан. Давайте мы их передадим. А вот эти из Узбекистана сюда. Нет, мы не будем их передавать. Потому что экономически привязаны к этому. И это работало. Давало сбои. Приводило к постоянным реформам. Но эти реформы не были реформами ради реформ. Эти реформы были направлены на то, чтобы построить, установить стабильность политическую и социально-экономическую. И Советскому Союзу это удалось. Объединение огромного пространства. Более 250 миллионов человек. Для того периода это огромная масса населения. И понятно, что это крупнейшее территориальное государство. Советский Союз очень быстро стал влиятельной силой. Не признавать этого было невозможно. Да, Советский Союз долгое время не входил в Лигу Наций. Он туда стремился. Но не то, чтобы стремился за счет того, чтобы поступиться какими-то своими принципами. Нет, не принимаете с теми, какие мы есть. Ну и обойдемся. У нас своя дорога. Строилось самодостаточное государство. Вот это огромная самодостаточная территория. И принцип, который провозгласил Ленин, в отличие от троцкистского принципа перманентной революции. А возможность построения социализма в отдельно взятой стране, ну по сути это объединение нескольких стран в одной стране, которые взаимодополняли производственную и ресурсную базу. Они, этот принцип оказался жизнеспособным во всяком случае на тот период. Это действительно изолированное государство. Япония в период революции Мэйдзи, реформ Мэйдзи и Син существовала как автономное государство. Части Китая могли существовать как автономное государство и при этом развиваться. И Советский Союз точно так же оказался жизнеспособной структурой. Да, он вовлекался в международные отношения, он вовлекался в мировую экономику. И постепенно его начинали, начиная с Генуэйской конференции, признавать. Деваться-то было некуда. Но он не поступался своими принципами. И после того, как сформировался Советский Союз, Советский Союз изменил ряд подходов, в том числе в вопросе о возможности, скажем так, свободного выхода, перехода. Они были провозглашены в Конституциях СССР, во всех Конституциях СССР. Но по факту до 1991 года таких явлений не было. Все реформы, которые происходили в СССР, не носили характера межгосударственных реформ. Они сразу стали строиться по принципу единого государства. Как я уже в начале нашего сегодняшней беседы говорил, существовало два проекта. Унитаристский и федеративный. Я бы даже сказал конфедеративный. Так вот, получился некий микс в итоге. Де Юра, это была федерация с правом выхода. А де факто долгое время это было унитарное государство. Именно вот это, казалось бы, несовместимое противоречие было одной из причин, почему Советский Союз был мощным и жизнеспособным государством. А это было средство адаптации к тем условиям, которые существовали. Вы вначале говорили, что может быть мы поговорим о том, что творилось в период распада Советского Союза. Я думаю, это отдельная большая тема. Но мы можем сказать о том, что принципы, которые заложены были в Советском Союзе, и позитивные, и негативные моменты, они, конечно, сказались и в период образования новых независимых государств. Советский Союз объединил эти страны, но он же и заложил ряд качественных противоречий. Те принципы, административно-территориальное отделение в том числе, они в итоге привели к тому, что сейчас существует ряд споров. Ну, карабахская проблема, может быть, да. Ну, много проблем. Много проблем. И далеко не все они разрешатся быстро. И это вопрос, который может занять десятилетия. Вместе с тем, Советский Союз сумел построить на национальных принципах новую систему управления, новую систему организации власти. Ее не было всегда в Российской империи, в России, временного правительства, хоть маленький, да и в Европе, не было этнического принципа, ну, если это не было моноэтническим государством, как, скажем, Италия даже. Не важно было, какой национальный проект, в Советском Союзе, интернационалистский проект с национально-автономистским сумели ужиться и создать на некоторое время эффективную модель развития. Ну, я думаю, что вот на этом я бы в целом закончил, если есть какие-то... Ну, мне видится, что было бы полезным попросить написать небольшое эссе, что это может быть за тема. Ну, в частности, мы пока не касались распада СССР. А вот я бы предложил, наверное, ну, скажем так, достижение СССР, то есть мы говорили об основании Союза Советских Социалистических Республик. Вот какие самые максимальные показатели в разных отраслях, сферах, включая, может быть, демографии? Я поддерживаю вашу идею. Это одна из тем. Давайте мы ее чуть-чуть скорректируем. Давайте. Достижение СССР во внутренней и внешней политике. Отлично. Или в различных отраслях экономики, в различных сферах культурной жизни и научно-техническом прогрессе. У вас широкое поле, до пяти страниц, это самый большой объем, который мы вам выдаем, и время на написание две недели. Замечательно. Благодарим вас, уважаемые актеры. Спасибо большое. Спасибо, Андрей Юрьевич. Спасибо, Владимир Сергеевич. Ждем вас на наших следующих беседах. Ждем вас в кампусе и виртуально в стенах Сингапурской Академии Корпоративного Менеджмента. Ну и успехов вам в поиске тем и в их раскрытии, для того, чтобы ваше творческое начало получило подпитку. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»